Всем привет-привет, мои дорогие и любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Знаете что, драгоценная Мэй, собиралась сделать этот расклад завтра или послезавтра, но получила такое количество заявок вчера и сегодня, что поняла, что нужно делать его прямо сейчас. И это наш мега популярный сериал, что происходит в его жизни прямо сейчас. И будет у нас сегодня 512 серия на нашей с вами любимой колоде юморной. Так что давайте, мои дорогие, задумывайте вашего мужчину, визуализируйте его. Сейчас будем смотреть, что же у него там в жизни интересненького происходит, какие энергии его окружают, что в отношении вас и так далее. Все по нашему обычному плану. Дорогие мои, напоминаю вам, что обязательно, пожалуйста, подписывайтесь на мои дополнительные площадки, кроме YouTube. Потому что с YouTube, сами знаете, могут быть проблемы серьезные, чтобы мы с вами друг друга не потеряли. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой Яндекс.Дзен канал. Там у меня тоже официальный канал с галочкой. На мой аккаунт в ВКонтакте. Рутюб. Новая платформа NUM. Я тоже там завела аккаунт. Посмотрим, что из этого будет. Конечно, Telegram канал. Все ссылки на мои действующие ресурсы дополнительные, кроме YouTube, находятся под каждым видео на YouTube-канале, на официальном YouTube-канале TaroL Diamond Dream. Проходите, пожалуйста, туда по ссылочкам и подписывайтесь. Благодарю вас. И благодарю вас за донаты, за комментарии, за лайки, за подписки, за все способы поддержки моей работы. Итак, что происходит в его жизни прямо сейчас? Сейчас серия 512. Давайте, наливайте чайку, кофейку. Можно, конечно, и конечку. Кто что хочет. Вот он наш красавец. Вот это ваш мужчина. Сидит такой чувачок на попе ровно. Хорошо, жизнь прекрасна. Позади него 9 кубков. Они наполнены прекрасным напитком. Кто что любит. Кто-то из ваших мужчин употребляет зеленый чаек. А кто-то винишко, а может и абсент. Так что кому что. Но самое главное. Вот этот человек, это человек, которому вполне неплохо одному. Это такой товарищ, который умеет наслаждаться жизнью. Даже если у него миллион комплексов и неуверенностей в себе. Если брать глобально и масштабно, то этот человек любит жизнь. И ему, в общем-то, хорошо самому. И по сути, это эгоист еще тот. Смотрите, десятка пошла мечей. Многие из вас сейчас с ним в расставании. Так что не зря я сегодня делала перед этим раскладом расклад, точка или пауза. Или же знаете как, смотрите, какие здесь летают летучие мыши над этими десятью мечами. У него может быть ощущение такое, что он очень рядом с этим. Вы можете здесь точку поставить легко. У него могут быть мысли о том, что возможно вы идете к расставанию. Или же у вас. Для очень многих из вас расставание уже случилось. Но вот смотрите, еще здесь знаете о чем речь идет. Ему проще даже отношения закончить, чем вкладываться в них по-настоящему. Потому что по сути здесь у нас эгоист-эгоистович. Ну вот что есть, то есть. Сейчас, по крайней мере, он так себя проявляет. Если вы в расставании с ним, то он может по этой карте просто спокойно сидеть и ждать, пока вы первое сделаете шаг. Ну вот такого у нас мужчину сейчас нам продемонстрировали. А в каких энергиях он находится. Ух ты, смотрите-ка, что-то здесь у него какие-то звоночки из прошлого и нежные чувства на него нахлынули. Если вы сейчас с ним в расставании, знайте, что этот человек вспоминает прошлое. Вспоминает очень счастливые моменты, которые были в прошлом и даже ностальгирует по ним. Если вы сейчас в отношениях находитесь, то либо прямо сейчас у вас начинается период возрождения эмоционального касаемо его самого этого мужчины. Для него даже больше, чем для вас. Либо на ближайшие перспективы нам это показывают. Любовь может проснуться в сердце этого мужчины. Первая карта и люди, изображенные на ней, это вы. И в общем показали вас. И ваши былые прекрасные энергии, о которых он вспоминает. А также те энергии, которые в ближайшее время могут посетить вновь ваши отношения. То есть расцвет эмоциональный. Любовь может вновь, былая любовь, а может быть даже и покруче, проснуться в сердце этого мужчины. Так что, девочки, тут интересная ситуация у нас выходит. Для очень многих мужчин из ваших товарищей, вот этих, которых мы смотрим, они могли действительно получить некий такой звоночек из прошлого. Может быть, в гости приехал брат или сестра, или встретил давнего друга. Или же, может быть, с бывшей какой-то девушкой, женщиной. Некий контакт случился. Но контакт приятного характера. Давайте о бывших не будем говорить. Здесь может быть и, ну вот, допустим, старый друг какой-то. Или человек, с которым он давно не виделся. И этот человек проявился каким-то образом в его жизни. Что уходит из его жизни? О, что вступает в свои права? Слушайте, ну тут мужчина весь прям в энергию любви. Что уходит энергетика любви? Что вступает в свои права? Да, смотрите, если вы сейчас с ним в расставании, да, то, значит, здесь идёт возрождение чувств, возрождение эмоций. Значит, здесь мужчина начинает что-то там для себя осознавать в том плане, что вы имеете действительно для него эмоционально очень большое значение. Но это речь идёт о вас, это не другая женщина. Можно было бы, конечно, сейчас предположить для многих из вас, что у него новый любовный роман. Возможно, для кого-то из вас так и есть. Но мысли о вас вот такого порядка сейчас. Здесь мужчина сейчас весь в эмоциях и даже, можно сказать, любовного характера именно к вам. Вообще, выбор его сердца – это вы, девочки. Да, не так часто бывает это в раскладах, но сейчас так. И сам мужчина полностью как будто купается в энергиях любви. Что происходит в его жизни прямо сейчас? Ой, такие симпатяги здесь. Новые перспективы открываются для него, обновления происходят в жизни. Что-то меняется очень круто, и он очень активно в этом обновлении участвует. Будь то вопросы отношений или же работы. Неважно. Любой абсолютно сферой это может касаться. Если у вас сейчас непонятная ситуация с этим человеком, то, значит, нам могут показывать ближайшие перспективы, к чему это всё дело сейчас идёт. Даже если он у вас в глубоком подпуле на данный момент находится. Но вот такие процессы здесь глубинно и очень серьёзно происходят в его душе. И что-то новое, как будто новые врата для него открываются. Новое счастье, новые перспективы. И он видит свет в конце тоннеля. Видит, что на горизонте новая жизнь. Новые успехи, новое счастье. Возможно, с вами, да? Но я не имею в виду, что у него новое счастье с кем-то другим. Конечно, если вы мужчину не видели уже много лет и просто для интереса смотрите этот расклад, чисто узнать, как у него там дела, то, конечно, может быть другая женщина. Но для подавляющего большинства это всё-таки вы. Что его волнует сейчас? Что волнует этого мужчину? Его достижения. Карьера, конечно, безусловно. Его дела, его достижения, его самореализация. Этот мужчина очень любит, когда признают его достижения. Когда он что-то сделал, ему прям необходимо, чтобы его похвалили, чтобы признали, что он лучший. И это его сейчас волнует. Он делает что-то, за что он очень-очень-очень хочет получить признание. И это его волнует. Что этот мужчина скрывает от вас? А вам надо было бы знать, что именно. Если вы с ним расстались, знайте, что он сам специально сдерживает энергии, свои порывы вам написать, позвонить. Это вот только для тех, кто расстался. Он скрывает это, что ему, даже если захочется сделать первый шаг, он будет всеми силами себя держать, сдерживать для того, чтобы этот шаг не сделать. Ещё здесь идёт так, что он вам хочет сказать, что для него расстаться с вами совсем навсегда, это совершенно невозможно. Это выше его сил. И даже если расставание случилось, он понимает прекрасно, что это не навсегда. Что когда-то всё-таки это расставание превратится в новое возобновление контакта. А что этот мужчина хотел бы вам сказать, но по какой-то причине молчит. А здесь знаете ещё что будет? Вот если мужчина ваш не свободен, то он и скрывает, и хотел бы вроде как сказать, но не может, что он не может порвать эти отношения. Невозможно для него поставить точку в отношениях, которыми он связан. Что он хочет вам сказать, но по какой-то причине молчит. Очень большое значение имеете в его жизни на самом деле. Он видит вас как женщину, которая играет огромную роль в его жизни. Ну если вы его женату, понятно. Если нет, то он видит вас даже своей женой. Он понимает вообще значение вашей встречи, ваше значение в его жизни. Ну что-то как-то у него язык не поворачивается вам об этом сказать. Почему? Видите, какие разные энергии борются в его душе. Здесь и разные расы, люди, представители разных рас, разный цвет кожи. Посмотрите, они абсолютно разные здесь, эти парни. Но что-то дубасят друг друга, кому-то что-то доказывают. Вот такое состояние у него сейчас в душе. У него много сомнений, много каких-то таких вот, много борьбы душевной, противоречий. Он, может, и хотел бы вам об этом сказать, да? Нет мира самим собой, поэтому что он вам будет произносить, если он сам вообще ни в чем не уверен, и в себе не уверен, и вообще во всем, что происходит. И сейчас какая-то странная ситуация в его жизни, связанная с тем, что хоть и хочется новых перспектив, хоть и он захвачен здесь такими любовными энергиями, но все равно некая какая-то сумятица в душе. Он не может найти покой, не может найти гармонию, именно поэтому он вам ничего и не озвучивает. Он еще что-то для себя старается решить, внутреннее какое-то решение принять для себя. Как у него дела дома? Как обстановка дома? Ой, слушайте, а он там переживает, и от вас это скрыто. Переживает из-за вас. Почему? Ну, во-первых, он ревнует очень сильно, во-вторых, он боится вас потерять, неважно, какая там между вами сейчас ситуация, вместе вы или расстались. Но знаете, что для вас это прям вот реально, конкретно скрыто, насколько сильно он переживает, насколько здесь сильно он держит вас у своего сердца, и как он боится вас потерять. Просто извините за выражение, но наделав свои штанишки, это однозначно. И от вас это скрыто. Вы не знаете об этом? А еще вы не знаете о большом количестве его страхов и всевозможных проблем психологического характера. Здесь у мужчины однозначно есть панические атаки, здесь мужчина психически нестабильный, точно. У него может страдать сон, по ночам может скакивать в холодном поту, от кошмаров или просто плохо спит. И на это влияют многие факторы, в том числе и боязнь потерять вас. Как и вообще стабильность в жизни. Очень много страхов у мужчины. Он думает вообще о вас? Если да, то что? Ну тоже смотрите, какие мысли, как в защитной такой позиции стоит, думает. И мысли очень разные. И он думает о силе вашего характера и о том, как у вас бывают с ним недопонимания, столкновения интересов. Вы можете спорить, вы можете что-то друг другу доказывать или просто вы оказываете ему сопротивление. Он хотел бы, чтобы вы, грубо говоря, сдавались без боя ему в любой ситуации. А вы, смотрите какая, с нормом. Это вообще вас даже больше показывает. Он считает, что вы вот такая боец по натуре. Умеете себя защитить и тут отобьетесь от шести жезлов. Вот он сейчас думает о вас в таком ключе. А эмоции какие он к вам сейчас испытывает? И испытывает ли вообще? Да, эмоции испытывает. И знаете ли, девочки, очень многие из ваших мужчин действительно испытывают к вам любовь. Да, так и скажу. Потому что король Пентакли, туз кубков. Здесь мужчина идет к вам с очень искренними, открытыми эмоциями. Для очень многих из этих мужчин так и можно сказать. Любит. Вот такие эмоции испытывает. Да, он очень упрямый. Он очень своенравный. Для кого-то из вас здесь представитель земной стихии. Может быть он у вас. Телец, козерог, дева. Неважно, если нет, значит асцендент может в этих знаках быть. Или же просто это мужчина, проявляющий земные энергии. Вот такой, где-то в чем-то тугодум, твердолобый, упрямый. Он все это о себе понимает, но тем не менее он испытывает к вам чувства. И он даже думает о том, что да неужели я способен вообще-таки чувства испытывать. Слышь, парень, включи мозг, включи хладнокровие, включи какие-то разумные вообще мысли. Впусти в свою голову разумные энергии, а не вот это вот все, эмоции. Но он ничего поделать здесь не может, потому что он это к вам испытывает. Это идет на эмоции. У вас кто прямец, своенравный, быкоподобный, но тем не менее эмоции его захлестывают. Вот такие вот дела. Интересно, интересно. Говорит ли с кем-то о вас, если да, то что? Может говорить с кем-то? Или с коллегой по работе? Или друг? Или же человек, с которым его что-то финансовое связывает? Ну, знаете, вот по восьмерке Пентакли здесь больше идет как коллега, он на работе может говорить, если вы вместе с ним работаете, он с кем-то из коллег ваших может разговаривать. Причем тут коллега такой, сам себе на уме. Нельзя сказать, что это полностью откровенный, открытый человек. Так что, не обязательно коллега, я говорю коллега, но для многих из вас так, или его коллега, или ваш общий коллега по работе, или же его какой-то друг. Ну, такой с хитрецой здесь друг. Это не значит, что он предаст, разболтает. Ну, такой, такой с юморцой, товарищ. И они даже и обсудить это все дело могут с юмором. Вот. Ну, юмор, это, конечно, замечательно. Так. Интересует ли его ваша жизнь? Следит ли за вами? Наблюдает ли? Однозначно. Двойка жезлов, это 100% ведется слежка какая-то за вами. Даже если вам кажется, что нет совершенно никаких способов за вами следить, значит здесь осуществляется слежка, допустим, в мессенджерах. Если вы мне сейчас скажете, да я у него заблокирована, или он у меня заблокирован, находит способы, вы знаете, обойти эту блокировку миллион способов. Если он вас заблокировал, он может блок на время снять и посмотреть, когда вы были в сети, допустим. Подумать там, страдаете, вы переживаете. Так сказать, проанализировать время посещения мессенджера. К примеру, если он у вас заблокирован, но, девочки, дорогие мои, легко заводит другой аккаунт. Ну, конечно, если у вас там настроены, стоят, вернее, настройки приватности, он может и не увидеть, да, но все равно находит способы, находит способы каким-то образом где-то за вами подследить. Да, однозначно интересует. Если он информацию не получает, то, конечно, его это, да, его это вот в ступор приводит. А, нехорошо, как так, я ничего о ней не знаю, я должен знать, что там происходит в ее жизни прямо сейчас. В эти дни, вчера, сегодня, завтра, утром была мысль о вас, когда просыпался, ну, что-то как-то злился. В эти дни, и предыдущие, и сейчас, может быть, и на ближайшие дни, какая-то конфликтная, ревнивая энергия посещает его утром, когда просыпается. Кстати, здесь может быть и возбуждение, сексуальное возбуждение может быть, связанное с вами, когда он о вас думает. Вот, но больше здесь идет именно такая энергия ревности, раздражения. Если что-то вы там с ним не поделили или поссорились, расстались, то именно из-за этого он переживает. Может вспоминать, как вы с ним ссорились, выясняли отношения, или когда он вас особенно сильно ревновал. Такая первая мысль была. А когда засыпал, он о вас думал? Да, с любовью. Вот когда баюшки ложился, это прям супер мысли хорошие у вас были, любимая. Я вспоминал, как вы друг другу, возможно, слова любви говорили, или обнимались, целовались, или если у вас никогда реальной встречи не было, значит, он это все фантазирует, в своей голове представляет. И вот это вот как раз все вечером и было. Очень ярко, интересно. Перед блоком информации для тех, кто сейчас находится в расставании, я спрошу, как всегда, что вам нужно знать о нем. Прямо сейчас важная информация о нем. Он вас рассматривает вообще как женщина для серьезных отношений. Как жену, как мать своих детей. Абсолютно не имеет значения, этот мужчина свободный или женатый. В его голове, в его мыслях, в его душе вы его жена. Он с вами напредставлял себе, по крайней мере, стрекорба. Но если вы его жена, то понятно. И вам нужно знать о том, что он, вне зависимости от ситуации, которая сейчас между вами, значит, вспоминает о том, как вы были семьей, как вам было хорошо. И начинает это ценить. Если вы не были никогда семьей, он, значит, сейчас думает о том, что вы можете стать реально его женой, хозяйкой в его доме, матерью его детей. Вот это вам надо знать о нем. Если ваш мужчина не свободен, то вам нужно знать, что он много времени проводит со своей семьей сейчас. Если вы не знаете, где и как, потому что такой период сейчас, когда ему нужно вложиться в его семью и материальное время. Но это, тем не менее, не исключает того, что именно вас он представляет своей семьей. Вот так. Ну и, конечно, вообще благоприятная, хорошая энергетика это энергетика в вашу сторону. Здесь мужчина вас ценит. Вот что есть, то есть. если вы расстались с ним, неважно, какая была причина, хочет ли он с вами помириться сейчас. Здесь вообще, конечно, 50 на 50, часть мужчин, да, часть мужчин, нельзя ответить, что нет, но пока не созрели еще для этого. И тут еще такой моментик, очень многое здесь зависит от плана высших сил для вас. Поэтому колесо фортуны говорит так, вы тут что бы ни делали, как бы вы не хотели или не хотели, чтобы он вернулся, обдумывали планы своих действий, ждали его действий, все равно будет так, как решатан. То есть отпустите эту ситуацию. Вам не нужно сейчас слишком об этом думать, слишком переживать, думать о том, в чем вы были виноваты, анализировать, а в чем он был неправ, потому что как бы вы не анализировали, что бы вы не планировали, будет так, как должно быть. колесо фортуны обязательно, даже если он сейчас не планирует, допустим, сделать шаг, оно обязательно повернется таким образом, что запланирует. А ждет ли от вас первого шага этот человек? Нет, не ждет. Он, кстати, считает, что у вас здесь или же решение действительно с ним расстаться, созрело, или же вы можете в скором времени к этому прийти. У него есть надежда, что вы это не сделаете, конечно. Или если вы примете решение, вы все-таки потом его поменяете, впереди у нас, здесь он между башнями солнца поднимается. Но на данный момент он может считать, что вы для себя точку поставили или же категорически не хотите выходить на связь первой. А стоит ли вам все-таки сделать первый шаг? Ну, вы знаете, вам тяжело себя сдержать очень многим. Многие из вас не делают первый шаг, потому что накопилось много проблем с ним или есть обиды. Конкретное. На сердце тяжело. Вам сложно сделать этот первый шаг. Смотрите, как надрывается здесь этот человек. И вообще, в принципе, вам тяжело сделать этот первый шаг. И он это понимает и думает, что вы, возможно... Кстати, смерть и десятка жезлов это о том, что не зря даже и расставание произошло. Вы как будто органично к этому пришли. И вы, если не можете сейчас решиться на первый шаг, тоже не зря. Потому что, с одной стороны, возможно, вам и хочется восстановить с ним отношения, с другой стороны, вы понимаете, что если вы сейчас делаете первый шаг и опять все закрутится, завертится, вы опять эту охапку дров возьмете в свои руки и вам придется ее тащить. Здесь ситуация такая не из простых. Поэтому я бы сказала так, подумайте, нужно ли вам дальше эту охапку брать дров и нести дальше. Потому что, по сути, здесь эту охапку все надо сбрасывать с плеч и оставлять в прошлом все, что было. Забывать, прощать. Если обновляться, идти дальше. Здесь реально надо все оставлять в прошлом. Обнуляться, обновляться. Иначе, если вы сделаете первый шаг и вновь закрутится, завертится, та же самая охапка дрова кажется у вас на руках, на спине, на вашей, на голове. И так же вы будете потеть и дальше ее утащить. Вот. Поэтому здесь вот выходит так. Если он уже явился вчера, сегодня, завтра, что за энергия? Надоело быть в паузе, устал без вас. Вообще захотелось оживления, захотелось ваших энергий свежих, ярких, интересных, прекрасных. Ну, конечно, без вас в жизни скучность стала. Все, он устал просто в этой паузе. Поэтому явился энергия искренняя. Этот мужчина явился искренне. И если в ближайшее время явится, то, соответственно, это искренняя энергия. За время вашего расставания он что-то осознал вообще для себя. К сожалению, мало тут, что мужчина осознал, кроме того, что без вас плохо. Ну, плохо. А еще он осознал, что его хитрости с вами, какие-то манипуляции, смотрите, как она хитро смотрит здесь из-под повязки, вы их расщелкиваете. Уже бесполезно с вами как-то хитрить и манипулировать вами, потому что ну, нет смысла. Вы видите уже все-все-все-все. Все это вы видите все подноготную. Вот это он осознал, что если возвращаться обратно, то тут надо по-честному, потому что уже вам глаза вот так просто не завяжешь. Вы видите. Вы уже просекаете его. Да. Если вы когда расставались, у него не было женщины, подыскал кого-то там. Конечно, если женщина была, то нет смысла и смотреть этот вопрос. Но если никого не было, сейчас появился у него кто-то, но у него есть общение. Ничего это общение не дает. Как-то скучно, как-то неинтересно. Как-то вот. У него есть попытки, возможно, даже в интернете познакомиться или в принципе дать себе шанс на новые отношения. Но пока... Почему? Да как-то все не то. Все ему не нравится. Знакомство здесь есть у него. У него есть общение с женским коллективом. Но как-то все эти женщины его исключительно расстраивают. Смотрите, какие слезы льются из глаз, ручьи прям. Как-то что-то не очень-то ему. Не очень-то его радует это все дело. Так. Хорошо. Как он считает, вы к нему сейчас относитесь? Ну, такая вы прям, знаете ли. Он рыцарь при вас, а вы королева. Он считает, что вы сейчас или уже доросли до того, что знаете себе цену. И более того, знаете, на какие кнопочки нажать, на какие веревочки подергать, чтобы этот мужчина встрепенулся. То есть, вы знаете рычаги управления его энергиями. А он считает, что вы, безусловно, пара, но вы королева, а он при вас рыцарь. Он вас ставит на ступень повыше себя и в духовном развитии, и в социальном, и эмоциональном, психологическом, в общем, во всех аспектах. Ну, вы, конечно, в его глазах супер, просто, шикарная женщина, королева жезлов, такая дама, ведьмочка прям с кошечкой у ног черной. Но вы сильнее его. Он при вас чувствует себя рыцарем. И считает, что у вас отношение к нему вот такое. Он рыцарь при королеве. Ну, вот и хорошо. И пускай так и будет. Это замечательно. Это прекрасно. Просто великолепно. Если вы сейчас надумаете уйти, его реакция вероятная. Ой, две выскочила карты, пускай так и будет. Да вы знаете, тут реакция будет такая, она, наверное, во-первых, шутит. Что-то это она как-то меня или дразнит, или шутит. Специально делает для того, чтобы я или больше начал ей внимания уделять. В общем, он подумает, что вы что-то там себе нафантазировали. И на самом деле вы уходить не хотите. Он так подумает, потому что любите его. Поэтому вы как бы шутите. Он не отнесется к этому всерьез. Но, услышав новость о том, что вы хотите уйти или увидев ваше реальное желание, какие-то действия, он может действительно начать больше вкладываться в отношения, какие-то действия совершать, чтобы вы увидели, что вы ему нужны. Вот так. Но как-то он очень всерьез-то не воспримет. Он решит, что вы там что-то себя накрутили, нафантазировали. На самом деле вы этого не хотите. Ваша правильная тактика поведения с этим мужчиной сейчас с точки зрения Таро. Вы знаете, сколько у нас... Ну, вообще, просто слов нет. У нас сколько дней подряд и вообще вот в предыдущих раскладах постоянно выходит информация о том, что девочки, не циклимся на этом мужчине. Вот вообще-то здесь нарисован другой человек, это не он. И вы в лодочке плывете с этим человеком по реке куда-то к другим берегам. И пошли арканы, переписочек, новых знакомств, общения. Девочки, не зацикливайтесь на нем. Еще раз повторюсь. Эта информация идет из расклада в расклад, из расклада в расклад. Но вот что идет, то я вам и говорю. Правильная тактика поведения не зацикливаться на нем. Общайтесь, общайтесь с людьми, общайтесь с мужчинами, двигайтесь вперед, развивайтесь и вообще не зацикливайтесь на нем. Не нужно свой мир общения ограничивать исключительно на нем, им, вернее, этим мужчиной. Ну, вот здесь так. Если вы чувствуете, что вы прям зациклились на нем, что-то с этим делаете, это не есть хорошо для вас. Вот так. Так, ну что, теперь давайте спросим, есть ли предстоит некая дата, с которой вас нужно ему поздравить, но вы в расставании. Этот товарищ собирается вас поздравить? Ух ты, вот он, вот как раз тот аркан, который был у нас на дне колоды и вышел. А есть ли вероятность, что поздравит или нет? Но вероятность есть. Сделать ему это очень сложно, потому что он, ну вот такой товарищ, гонорист и эгоистичный. И как бы, знаете, он особое значение этой дате не признает, да вообще поздравления. Вот наверняка этот человек, возможно, я не утверждаю, но уже были в вашей истории случаи, когда он забывал, допустим, какие-то даты, и вам было обидно, что он не поздравил. Он это делал не потому, что он такой секвари-диско-человек, а ему действительно по барабану, девочки. Это не тот человек, который помнит все даты и прям такой весь из себя внимательный. Он помнит то, что ему надо помнить. Вот свой день рождения он помнит наверняка. И то, большой вопрос. Но любит, конечно, получать подарки и все остальное. А все остальные даты ему как бы все равно. Да, может, это звучит дико, но это так и есть. И если он, он может даже забыть дату, вот реально он может ее забыть. Но вашу дату он помнит и у него есть мысль вас поздравить и в общем-то многие мужчины вас поздравят. А если дата, с которой вам нужно его поздравить, но вы в расставании, стоит ли вам его поздравить вообще? Девочки, да, я вижу, что да. Особенно, если любите. И ваша любовь искренняя, то да, стоит. И не надо думать о том, как это будет выглядеть в его глазах. Ой, я не хочу его поздравлять, потому что он такой-сякой абьюзер-манипулятор и так далее. Но если понимаете абьюзер-манипулятор, то значит и не надо вопрос такой задавать. Но если вы понимаете, что вы его любите, что ваши чувства искренние, то здесь все равно должно быть, как он отреагирует и что будет. Просто искренне от всей души возьмите и поздравьте. Вот так я вам скажу, потому что вышли два таких органа. Что есть, то есть. А уже как он отреагирует, это его личное дело. Здесь есть все шансы на то, чтобы даже улучшить отношения для многих из вас или восстановить отношения. И вы даже от этого кайф можете получить. Но в первую очередь это искренняя, открытая энергия. Поздравили, особенно если день рождения у него. Вот солнце, это днюха его или его детей. Так, ну что, все посмотрели. Если что-то забыла, не обессудьте, пожалуйста. Значит, спрошу в следующий раз. Теперь будет блок информации для тех, у кого есть соперница. Девочки мои дорогие, если соперницы нет, можете уходить. Уже с расклада это заключительный. Блок информации не накручивайте себя зря, не придумывайте себе непонятно что. Что у него соперницы, если такая существует? Пришел момент расплаты. За что? За что? Женщина здесь требует оплаты долгов. Да-да-да-да-да-да-да-да. Ух ты! И что? Выяснение отношений. Ух, какой он недовольный. Посмотрите. Не зря, говорю, пришла расплата по долгам. Женщина долго копила в себе недовольства, претензии. И сейчас она ему это высказала. Он очень-очень недоволен, потому что она очень в резкой форме с ним поговорила. И можно сказать таким образом, ему как бумеранг прилетел. За что? Ой, так и хочется сказать. За его плохое хотелось сказать слово. Извините, но даже матерное, несмотря на то, что я такой культурный человек. Но в общем, за его легкомысленное поведение. Вот так. Эта женщина сейчас, мало того, что ему высказала, она еще и ультиматум какой-то ему поставила. Его реакция. Очень расстроен. Если выпивает, то извините за выражение, даже забухать мог. Вот по этому поводу. Но он очень недоволен тем, что она ему высказала. Он отдалился, закрылся, весь такой в обидках и думает, ну давай-давай, выговаривай мне. Я каким был, таким и останусь. Треугольник был, есть и будет в моей жизни. Тот мужчина-дьявол по натуре, он никогда не изменится. Для него сексуальный аспект превыше всего. И вот как бы на пятую точку приключений он будет искать. Поэтому ей надо с этим смириться. Вот такая у нас ситуация вырисовалась сегодня с соперницей. Женщина очень недовольна. И она прям даже может какие-то ультиматумы конкретные здесь ставить. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели расклад до конца. Буду вам, как всегда, очень благодарна за лайк, за теплый комментарий под моим видео. Подписывайтесь, пожалуйста, на мои дополнительные площадки. Кроме YouTube, ссылочки находятся под каждым видео на моем официальном YouTube-канале Тару Даймондрим. Я же всех целую, нежно люблю, желаю всем счастья, любви, добра, гармонии, вдохновения и, конечно же, защиты покровительства ваших сил. Пока-пока, мои драгоценные. До следующего расклада. Субтитры сделал DimaTorzok